Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи. Юрий Свящев, фрактально-волновой анализ. И наш коллега, трейдер из города Харькова, уже с нами. Юрий, приветствуем вас! Здравствуйте, Игорь Николаевич, всех приветствую! А что интересного на рынке видите вы с точки зрения фрактально-волнового анализа? На что нужно обратить внимание? Я бы сегодня с утра открывал сделки по четырем инструментам, даже пяти. Евро-доллар, фунт-доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар и золото. Давайте посмотрим на график. Да, давайте посмотрим. Друзья, почему Юрий открывал сделки именно по этим инструментам? И не пора ли нам повторить его успех? Видим хорошо. Доллар-франк. Доллар-франк это один из инструментов, который бы на сегодняшний день я бы в принципе не рассматривал. По доллар-франку это графика в четыре. Мы наблюдаем жуткий флэт. Если перейти на стажей в тайфрейм Д1, то как мы увидим, мы находимся в широком ценовом диапазоне на дневном или даже недельном графике. В каком направлении мы из этого диапазона выйдем на данный момент непонятно. Ширина диапазона этого довольно большая, 700 пунктов. Поэтому, естественно, работать можно, но нужно искать хорошие точки входа и увидеть направление, в котором движется цена. Сейчас этого сделать я не представляю возможно. В каком графике в четыре, опять возвращаемся. Поэтому необходимо ждать, куда же мы все-таки выйдем. Если я предполагаю, с точки зрения дневного графика или недельного, такое развитие событий. Но когда это произойдет, сейчас трудно сказать. Мы сначала опустимся вот сюда, а затем отсюда пойдем вверх. Это вот график дневной или недельный, как вам удобно. То есть сначала мы опустимся вниз, давайте я покажу, в эту область. И отсюда пойдем уже дальше вверх. Соответственно, сейчас можно искать точки входа на продажу. Это мой вариант. А затем, когда мы увидим, что движение вниз завершилось, только после этого будем искать точки входа на покупку. Но покупать будет иметь смысл на самом деле, когда мы выйдем в эту область где-то. То есть когда будет, станет понятно, что движение вниз, очевидно, завершено. Но почерпаю. Это торговля внутри флэта, пусть даже широкого, она довольно очревата получить отрицательную доходность. Доллар-канадец. По доллар-канадцу ситуация следующая. Сейчас я бы этим инструментом также оставил вне рассмотрения, оставил этот инструмент. Сейчас тренд направлен глобально вниз на H4. Но далеко, скорее всего, мы не пойдем. Я предполагаю, что с точки зрения H4 будет вот такое развитие событий. То есть сейчас заканчивается формироваться коррекция ABC к предыдущему восходящему тренду. Сейчас мы имеем фрактал ABC как коррекцию. И после этого мы ищем точку входа на покупку. То есть на самом деле инструмент довольно интересный. То есть необходимо дождаться завершения движения вниз, выхода в эту область. И здесь уже ищем точку входа на покупку. Сейчас с этим инструментом пока мы не работаем. Поэтому я так поступаю. Доллар-иена. Ну такая же ситуация как по доллар-франку, например. Мы находимся в довольно жутком плейте. Работать здесь особого смысла не имеет. Необходимо дождаться, а куда же мы все-таки пойдем в цену. Это график H4. Если посмотрим на график H2.1, то как мы видим, мы продолжаем уже довольно долго находиться в широком ценовом коридоре. И пока не видно, в каком направлении мы из него выйдем. Возможно движение на данный момент как и движение вниз, так и возможно движение вверх. То есть я сторонник все-таки движения вверх. Вот это здесь где-то по идее должна завершиться коррекция. Вот движение вверх. Из точки зрения недельного графика вверх пойдет хорошая третья волна. То есть здесь такая ситуация, вот как по доллар-канадцу. В действительности в какое-то время мы увидим хорошее движение. Надо только его вовремя увидеть. Сейчас никакого смысла торговать по доллар-жене, конечно, нет. То есть можно на мелком, скажем, на H1 увидеть какое-то движение. Но я бы не стал этого делать, поскольку есть другие инструменты, которыми можно торговать. Доллар-рубль. Доллар-рубль также это инструмент, который находится сейчас вне моего рассмотрения. То есть я не торгую этим инструментом. Почему? Потому что мы находимся... Это график D1. Как видим, мы продолжаем находиться в довольно протяженной горизонтальной коррекции. В каком направлении мы выйдем, непонятно. Но это мое предположение, что мы сейчас в ближайшее время все-таки сходим вверх, а потом вниз. Но это когда будет, трудно сказать. Сейчас мы находимся вот в этом горизонтальном коридоре. Даже из этого коридора непонятно, куда выйти. Тем более, вы говорите о дневном или выше графике. Вообще нереально. Сейчас я бы просто этот инструмент временно не рассматривал. Можно, конечно, волна есть вниз, сделать коррекцию и продать. Но мы находимся в коридоре ценовом. Здесь цену, как видите, бросают вверх-вниз. Но скорее будет минус, чем плюс. То есть, непонятно, куда ставить стоп-лосс и так далее. То есть, это инструменты, которые я назвал, U4, которые пока стоит просто посматривать. Фунт-доллар. Фунт-доллар – это график у нас H1. Как я сказал, можно было сделку открыть вчера, вот здесь, в этой точке. Либо утром сегодня. Можно было заработать порядка, кто когда открыл сделку, порядка 350 пунктов. От 30 до 50 пунктов можно было заработать. Но здесь ситуация следующая. Вот это движение вверх, которое мы сейчас наблюдаем, которое мы могли утром войти и заработать. Это движение может быть только частью коррекции. То есть, сейчас, после того, как мы дошли до этого значения, это 1,58, цена может сейчас опуститься вниз. Рисуем вот в эту область. И уже отсюда может пойти вверх третья волна нормальная. То есть, коррекция завершится вверх, можно покупать пару фунт-долларов. Давайте посмотрим с точки зрения старшего. Откроем дневной график. С точки зрения дневного графика и лентильного мы видели завершение коррекции АПЦ. Обозначенное желтыми отрезками. И после этого было предположение о том, по окончанию, что вверх коррекция вроде бы завершилась. И, соответственно, вверх мы можем ждать дальнейшего движения по тренду на дневном графике. Крент у нас направлен на дневном или лентильном графике вверх. Ну, как видим, этого не произошло. Коррекция, цена пошла вниз. Если бы цена вышла в эту область, то, понятное дело, здесь можно было покупать. И мы пошли бы дальше вверх по тренду. Что сейчас? А произошло в результате следующее. Такое мы неоднократно уже встречали, что коррекция оказалась не трехволновой АПЦ, а коррекция продолжилась. То есть вниз пошло какое-то движение. То есть это либо завершающее движение в рамках коррекции, либо отсюда может, в принципе, сформироваться подход дальнейший вниз. Сейчас что-то уверенно сказать, пойдем мы вверх или вниз далеко, я бы не стал этого делать. То есть мы находимся, просто идет продолжение коррекции на сегодняшний день. Было АПЦ, оно дорисуется на истории, может, там, ДЕ или как-то еще обозначить. То есть мы, когда вернем, подойдем к новозеландскому доллару, мы увидим, что может, в принципе, происходить, когда мы попадаем в такую ситуацию. То есть может быть очень довольно жуткий флэт, мы можем попасть и заработать нереально в этом флэте. Поэтому, с точки зрения H1, я сказал, что мы продаем, покупая, в смысле, сейчас утром купили, сейчас цена опустится, нарисуют коррекцию, здесь покупаем. Но надо иметь в виду, что мы еще из этого флэта, мы не вышли. То есть мы можем выйти вот сюда, даже в эту область, это 1.38, даже вот сюда 38.50. И после этого мы все равно можем отпуститься обратно. То есть для уверенности в том, что цена выбрала какое-то направление, сейчас нет. Но работать на более мелком таймфрейме H1 вполне возможно. Поэтому, и как я назвал цифру, сейчас скажу, 38.50, ну почему, 100 пунктов вверх цена может еще сходить. Поэтому, в принципе, хороший инструмент для торговли. Сейчас движение вверх, скорее всего, завершено, но не факт. То есть можете еще сделать какое-то движение на М15, а затем опуститься вниз. Так, евро-доллар. Евро-доллар, если смотреть с точки зрения H1, то вверх это движение было предсказуемо. Вот была первая волна вверх, которая говорила о том, что движение в рамках нисходящего тренда на М15 H1 завершено. Дальше было очевидно, что идет коррекция. То, что эта коррекция невооружена глазом, видно, находимся в флете, как он бросал оцену вверх-вниз. И после этого можно было смело открывать сделку. Сейчас движение вверх, сделку можно было вчера открыть, и, в принципе, и раньше, можно было несколько дней назад открыть. Сейчас мы видим, идет направленное движение вверх и хороший импульс вверх. Ну, казалось бы, да, хорошо, но куда цена может дойти? Мы смотрим, сразу скажу, инструмент хороший для торговли, можно было на нем и вчера, и сегодня заработать, и сейчас можно еще, то есть покупать. Ну, теперь давайте обратимся к более, к графику для 1. Куда цена может, в принципе, дойти? И в чем опасность? Опасность состоит в том, что мы, как вот и по доллару я сказал, мы не вышли еще из флета. То есть цена может отскочить, скажем, вот от синей, скажем, средней, так как раз уровень, о котором говорил вот Оксана 1.19. Цена может дойти до этого уровня, и отсюда отскочить, и пойти вниз. Что это будет означать? Это будет означать, что, я нарисую белосцветом, извините, вот, что вниз была первая волна, сформируется коррекция на уровне 1.19 скажем. А может она и раньше завершится, волна, которая сейчас вверх идет, может ей до 1.19 дойти, потому что это, может быть, если это волна коррекции, то может она не дотянуть до 1.19. Вот, то есть все это движение, которое вот обозначено белым цветом, которое я сейчас нарисовал, это может быть все коррекция. И, соответственно, по окончании этой коррекции, это уровень 1.19, который цена может пойти вниз. Ну, опять же, дальше я ничего не говорю, куда вниз и так далее, потому что не исключено, что цена и дальше пойдет, не факт. Ну, вот, есть такое, действительно, ограничение, которое, я в чате слышал, довольно продолжительно спорят на эту тему. Но, действительно, цена здесь может остановиться, дойти до этого уровня. Ну, в принципе, вот, хорошая точка здесь была для входа, а здесь вообще великолепная точка входа была на уровне 1.17.50. Сейчас также, если можем перейти на более мелкий график, и здесь можно найти еще точку входа, конечно, дальше. То есть, хороший инструмент для покупки. Если какие-то еще вопросы будут, я отвечу. Новозеландский доллар, также хороший инструмент, давайте посмотрим на дневной график. На дневном графике, как видим, предположительно закончилась коррекция АБЦ. И вверх идет уже, опять же, пока это предположение, вверх идет новая волна по тренду на недельном графике. А движение на недельном графике, как мы понимаем, это довольно сильное движение. Но пока, как и по фунту доллару, по евро доллару, на 100% гарантировать, что вот это движение, которое сейчас идет, оно продолжится дальше, я бы не стал. Цена может вот здесь отскочить, как видим, здесь вот уровень горизонтального есть. Цена может отскочить и продолжить движение вниз. Но я сторонник того, что все-таки движение будет вверх. Я почему раньше, когда речь была о фунт-долларе, о доллар-франке, говорил, что и по фунту-доллару, ситуация довольно сложная может быть, когда мы попадаем вот в такой вот флэт. Казалось бы, движение было вверх, и можно рассчитывать далеко вверх движение. Но этого не произошло. Цена, как видите, довольно продолжительное время осталась во флэте. Коррекция продолжилась. Только вот совсем недавно началось движение. Ну, инструмент сейчас хороший для покупок, как видим, поэтому на откатах имеет смысл продавать. Уровень, конечно, этот горизонтальный близко уже, точнее, цена до него дошла. Но не стоит этого, как говорится, опасаться на откате покупаем. Главное, смотреть, где вы можете поставить стоп-лоск. Какие аресты, потери вы можете понести. Поэтому на откатах, в принципе, можно покупать и не думать об этом уровне. Цена может ее просто не заметить. Австралийский доллар. Здесь также красивая ситуация. Хороший инструмент для торговли. Можно было сделку открывать и здесь. Сейчас я подберу график H1. Можно было открывать сделку вот здесь где-то. Можно было здесь открывать сегодня. То есть, в принципе, хорошее было инструментом. Есть, продолжает хорошее быть инструментом для торговли. И здесь вероятность того, что мы пойдем дальше вверх, все-таки повыше, чем по другим инструментам. Но, опять же, мы все средние не пробили. То есть, цена может вот сейчас в раз 73.50 где-то цена находится. Она может еще пройти 100 пунктов вверх. И дальше может пойти движение вниз. Но 100 пунктов вверх еще, в принципе, можно рассчитывать. То есть, это хороший инструмент для торговли. Стоит обратить внимание на этот инструмент. Фунт и иена. Фунт иена повторяет движение в значительной степени фунт-доллара. Поэтому я здесь не так буду останавливаться. Здесь такая же ситуация. Можно было надеяться на то, что коррекция завершена. Было движение вверх первая волна. Если бы здесь коррекция привела несколько другой вид, то можно было открывать сделку на покупку. Ну, как видим, вслед за фунт-долларом цена снова упала вниз. Коррекция продолжилась. И сейчас снова мы видим отскок. Он, этот отскок соответствует паре фунт-доллар. То есть, здесь такая же ситуация. Это график H1. Можно было покупать вчера. То есть, можно было заработать порядка 50 пунктов. Ну, и движение и сейчас может продолжиться вверх. Но здесь такая же ситуация как по фунт-доллару. Может быть, что цена в какой-то момент опустится и по-хорошему. Скорее всего, это она сделает, опустится вниз. Вот где-то в эту область примерно. И отсюда уже имеет смысл искать точку входа на покупку. Ну, а фунт-доллар довольно, а фунт-доллар довольно шустрый инструмент. Поэтому можно рассчитывать на достаточно большое движение вверх. Вот на дневном бразике. То есть, на дневном или недельном бразике мы видим вот хорошие, красивые наклонные каналы. В котором фунт-доллар совершает довольно-таки хорошее движение. Стоит обратить внимание на этот инструмент. Золото. Золото это, пожалуй, один из инструментов, на котором можно было хорошо заработать. Но для тех, кто умеет им торговать. Это сложный инструмент, волатильный и интересный. Но нужно научиться им торговать. Что я здесь хочу сказать. Это график дневной. Как я и предполагал, была первая волна, вторая. И, как я говорил, вниз пойдет третья волна. То есть, была вот здесь красным обозначена первая, вторая вниз, следующая тройка. Движение действительно состоялось. Но в чем прикол, как говорится, на какие моменты, два момента я хотел обратить внимание. Момент первый. Вот это движение в рамках третьей волны, этого волны-фрактала, которого вниз, само движение как-то не соотносится с первой волной. То есть, было какое-то стремительное движение вниз, но никак не вяжется она со структурой первой волны. Это раз. И, второе, в ночь с воскресенья на понедельник, 8-9 августа, в течение часа цена, после открытия рынка, обводилась, ни много ни мало, на 80 долларов. А затем, в течение следующего часа, и отбила это падение. То есть, это падение ничем, абсолютно, какими-то новостями нельзя было предсказать. Я это к чему? Что есть два фактора, которые говорят о том, что надо быть внимательным, что это было за движение. Я на данный момент не уверен, что это была именно третья волна. Как это ни покажется странно. Я не исключаю того, что третья волна начнется только сейчас. Но это всего лишь мое предположение. Но вот нет такого соответствия, как я назвал, два критерия, по которым у меня есть определенные сомнения. Как мы видим, цена золота сходила вверх. Здесь можно было заработать в рамках движения вверх, что, в общем-то, я неоднократно делал. Но я говорю, что у меня есть определенные сомнения, и что вот цена сейчас золота, как идет вверх, и если она пойдет по правилам, то дальше, если посмотреть на график Д1, то это уже будет формироваться новый фрактал для похода вверх. То есть фрактал вверх. Но я сейчас не уверен, что это так. Но это такой вот, как говорится, мои домыслы. Здесь действительно был хороший развод. В пятницу можно было заработать и на продаже хороший импульс. Затем перед новостями можно было выйти, что я сделал. А потом после новостей можно было хорошо заработать. Цена прошла 350 пунктов за довольно короткое время. Сейчас я не предлагаю пазу опинга тех сделок с учетом замечания, сказанного выше. Скорее всего, сейчас для того, чтобы продавать, надо все-таки куда-то выйти вниз и только здесь продавать. Покупать я бы не стал, поскольку мы находимся все-таки действительно, видите, здесь довольно такой серьезный уровень горизонтальный, который цена должна, по идее, пробить. Пока мы видим только ложный пробой, надо как-то здесь более уверенно закрепиться. Сейчас по золоту я не предлагаю никаких сделок и направлений движения даже. Но комментарий, который я сделал выше, стоит учесть, что не исключено, что движение вниз может быть сильным. А сильным это ни много ни мало. Почти 1400 пунктов от текущей цены. Если это произойдет, стоит иметь в виду сказанное, хорошие могут быть сделки на продажу. По нефти я сейчас ничего сказать не могу. Движение вверх состоялось. Была первая волна тройка, затем вверх движение вниз. И вот это движение, которое сейчас мы видели у другого брокера, оно здесь остановилось. И вопрос, чем является это движение. Либо это первая волна, здесь сейчас будет формироваться коррекция для похода вверх, либо это завершающая волна коррекции. Давайте ее нарисую. Отсюда. Может начаться движение вниз. Сейчас уверенно сказать ни в каком направлении пойдем, вверх я не могу. Поэтому надо иметь в виду, что если пойдем вниз, то это будет такое хорошее непусное движение. И, пожалуй, еще, ну, биткоин, биткоин, вот я ради интереса впервые решил изменить биткоин. Движение вниз, как видимо, завершилось в рамках наклонного канала. Сейчас идет движение вверх. Я считаю, что движение вверх уже завершилось. И сейчас по-хорошему должна начаться какая-то коррекция. То есть сейчас ни вверх, ни вверх, ни вверх, ничего не стал делать. Хорошее движение были короткие. Достаточно давно, но и вверх, когда цена пойдет, как видите, я не ошибся. Цена действительно, мы определились где-то в этой области, цена пошла вверх. Так что сейчас по-биткоиному имеет смысл подождать, что будет дальше. Просто брать я бы сейчас не стал. Подводя итог, я хочу сказать, что на сегодняшний день в коррексе инструментов, которые я рассматриваю, имеет смысл торговать по фунту, евро-доллару, новозеландскому и австралийскому доллару. Ну, пожалуй, все. Если есть вопросы, я готов ответить. Поняли вас. Спасибо большое, Юрий, вам за ваш обзор. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Джеймс Бон пишет, евро-бакс, как и говорил, намылился вниз, что только будет коррекция или разворот. Как бы ответили на это размышление? Вопрос хороший. Цена действительно может пойти вниз, остановиться на уровне, который тоже уже звучал в чате, это 1.16. Отскочить и пойти дальше вверх. Ну, не обязательно 1.16. А может и раньше. Ясненько, ясненько. Да, это даже не замечание, а размышление было. Мы тут все с одной темой, в общем-то, естественно. Спасибо большое, Юрий, вам за ваш обзор. И давайте обсудим вот какую тему. Последний день лета. В плане доходности. Как вас лето порадовало? Хорошее было лето или так себе? Да. В августе мне хорошая доходность, высокая доходность. Сделок было много. По разным инструментам. Но основную доходность составили, сделали делки по золоту. То есть вы у нас золотой человек. В августе понятно. Ну, интересный инструмент, Юрий Михайлович. Ну, дорогой, понятно. Можно сразу хапнуть. Золотой инструмент можно хорошо так взять. Да, да, да. Согласен с вами. Ну, здорово, здорово. И мы вас поздравляем. Август сложный месяц для многих очень традиционно. Мне кажется, в основном за счет расслабленности. Некоторые все-таки человек расслабляется, торгует, а на рынке расслабляться нельзя. Ну что, спасибо вам большое, Юрий. Желаю вам успешной торговли и хорошего настроения. Спасибо, Игорь Михайлович. Всем удачи. До свидания. До свидания.